Без права на угрозы, давление и шантаж депутаты Государственной Думы рассматривают законопроект, который ограничит деятельность коллекторских агентств. В основу нового закона ляжет прежде всего безопасность должников. Ведь, как известно, в большинстве случаев коллекторы выбивают долги путем запугивания и обмана. Девушки отдыхают. Пришлось обращаться к правозащитнику. Когда она оформляла кредит в две тысячи рублей, рассчитывала погасить его как можно раньше. Но из-за проблем с работой пошли просрочки по кредиту, а вместе с ними и бесконечные угрозы не только заемщицы, но и ее родственникам. Когда меня сократились работы, у меня не было возможности платить своевременно. И там уже начались проблемы. Мне начали круглосуточно названивать коллекторы. Я не отказывалась с ними разговаривать, сотрудничать. И там начались угрозы. Ну, звонили бабушке, угрожали. Она пожилая, старенькая. Угрожали вынести все из дома. Ну и постоянно такое стрессовое состояние. В таких случаях правозащитники советуют просто не обращать внимания на нерадивых коллекторов. Железное спокойствие – это оружие от всех коллекторов любых мастей и марок. То есть брань на вороту не виснет, мало ли что они мне понаписали. Вот, трудятся, пишут, стараются, ради бога, их проблемы. Как только произошло какое-то физическое столкновение, вот тут уже сразу писать полицию. И тут они обязаны среагировать, потому что, ну, вот это там драка или еще что-нибудь. Сами коллекторы новых изменений не боятся. Даже в интервью не упускают случая прорекламировать свою контору. При этом ответов на конкретные вопросы о деятельности коллег и методах выбивания долгов избегают. В любом случае для клиента решение проблемы с нами – это очень выгодно. То есть это как для него спасательный круг. Отмечу, что жители Бурятии уже задолжали банкам почти сотню миллионов рублей. Сумма невозврата – около 10 миллионов. К тому же, по некоторым прогнозам, в сложной экономической ситуации возвращать долгов будет все меньше желающих. Юлия Пермякова, Виктор Горновской, Жаргал Церендашиев. Новости дня.